На левом берегу Волги в районе поселка память парижской коммуны среди песка и травы целый ряд белоголубых конструкций. Под ними на глубине от 2,5 до 5 метров пролегают три огромные трубы. Часть магистрального трубопровода Сургут-Полоцк. Две резервные на случай ремонта и третья основная и самая крупная. По ней круглосуточно бежит нефть. Диаметр нашего трубопровода 1020 миллиметров. По нашему сленгу это тысячевка. Перекачиваем мы, как я вам уже говорил, с Лазарево-Горький. Но по перекачке у нас в сутки более 160 тысяч тонн мы перекачиваем. Три трубы проходят прямо под реками Керженцем и Волгой. Этот участок называется подводным переходом магистрального нефтепровода. Его длина более двух километров. Среди подводных объектов европейской части России этот один из самых масштабных. Сотрудники нефтеперекачивающей станции Макарьева объясняют журналистам, как следят за состоянием подводного перехода. Здесь мы производим дренаж, открываем затвор, туда помещается прибор очистки или диагностики. И уже давлением он вытесняется и выходит на той стороне. Там аналогичные камеры. Контролируют ситуацию на подводном переходе также с воздуха. Специалисты проводят облет территории на вертолете два раза в неделю и непосредственно с водной глади. Чуть более 9 километров по реке и журналисты попадают на базу флота «Транснефть Верхняя Волга» в селе Работки Кстовского района. Задача ее сотрудников всегда быть готовыми к локализации и устранению возможных разливов нефти на подводном переходе через Волгу. Всего для локализации применяются здесь у нас три рубежа. Первый рубеж непосредственно на подводном переходе, и второй рубеж через 14 километров, и третий рубеж 24 километра. Держась рубежи под контролем, помогает катер «Нефтесборщик». Четыре буксирных катера, служебное судно, 57 прочих моторных плавсредств и три катера бонопостановщика. Их применяют для установки этих плавучих заграждений бонов. Зацепляются тросом и при помощи бонопостановщиков вывозятся на рубеж и устанавливаются при помощи буксирных катеров. После установки боновых заграждений, когда перекрываем течение, нефть собирается при помощи этих бонов. При помощи вот этих нефтесборочных устройств, щеточные, дисковые и барабанные, собираются вот эту емкость. И при помощи специальных насосов отсюда откачивается вместе сборочная емкость. Соответственно, из емкости они вывозятся и утилизируются. С базы флота журналисты отправляются на линейную производственно-диспетчерскую станцию Старо-Ликеево. Ее площадь около 70 гектар, а нефть и нефтепродукты перекачивают через нее по нефти и нефтепродуктопроводам в Ярославскую, Рязанскую и Московскую области. Для временного хранения предусмотрены 19 резервуаров, 11 под нефть, 8 под дизель. Железнодорожная цистерна, ориентировочная где-то около 70 кубов. Вот представьте, вот здесь в одном резервуаре порядка где-то 140 вот этих емкостей. Это примерно два состава железнодорожных, то есть это в одной емкости. Это вот самые маленькие, что на этой станции есть, 10-тысячники. Также у нас есть 20-тысячники, 30-тысячники. Отправить нефть и нефтепродукты в другие регионы помогают два подпорных и четыре магистральных станции. Перетранспортировка вещества исследуют. Для этого на территории Староликеева предусмотрены две химлаборатории. Эксперты работают 24 часа в сутки. Например, на этом аппарате определяют массовую долю серы в веществе. Пучок лучей проходит сквозь нефть и перерабатывается сигнал. По пикам определяется содержание доли серы. Результаты будут переданы для дальнейшей работы на прием издаточный пункт и диспетчерский пункт ГРНУ. Результат – показатель серы в норме. В противном случае нефть компаудируют, то есть смешивают с другим ее видом для получения подходящего по нормативу продукта. Высокое качество работы – кредо «Транснефть Верхняя Волга» вот уже 45 лет. За это время магистральные нефти и нефтепродуктопроводы общества появились в 14 субъектах Российской Федерации. Общая протяженность нефтепроводов и нефтепродуктопроводов – более 6000 километров. В состав общества входит 4 районных управления, 24 нефтеперекачивающие и нефтепродуктоперекачивающие станции, 32 насосные станции, 10 резервуарных парков. Общество также занимается благотворительностью, ремонтирует учреждения, здравоохранение, образование, помогает культурным организациям взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления при реализации социальных программ.